Если бы к ним относились плохо, они бы до 22 лет не дожили. Это точно, абсолютно. Хорошо или плохо живется белым медведем в Оренбурге? Ответ на этот вопрос уже несколько дней не дает покоя не только жителям региона, но и, судя по активности в социальных сетях, тысячам россиян. В одном из федеральных телеграм-каналов количество просмотров скандального ролика усиленно стремится к одному миллиону. На видео с участием самого крупного сухопутного хищника на земле сами белые мишки, четыре девочки и стальные клетки. Ужасным содержание краснокнижных животных назвала потомственная дрессировщица Марица Запашная. Представители Росгосцирка вынуждены дать пресс-конференцию. Очень верю в то, что все-таки Марица Вальтеровна женщина. Женщины склонны поддаваться эмоциям. И я очень верю, что это именно тот самый случай. Для журналистов проводят экскурсию. Можно увидеть все с не столь шокирующего общественность ракурса. Известный дрессировщик Юрий Хохлов, который и ставит уникальный номер с последними белыми медведями, вывезенными из Арктики для цирка, опровергает сообщения об ужасах содержания животных. И показывает самих медведей. Они сыты, ухожены и здоровы. Содержатся в клетках, размеры которых превышают нормативы. Есть доступ к воде. Я за свою жизнь уделил больше времени животным, нежели даже своим детям. По внешнему виду животных наших, да, у меня есть возможность уделить больше времени. В зоопарках, увы, этого не могут сделать. В общем, то ли мрачные интерьеры Оренбургского цирка, то ли ажиотажный интерес к редким хищникам так повлияли на зрителя. Но шуму получилось много. К делу подключились областная прокуратура и сотрудники Россельхознадзора. Проводят разбирательство и в Росгосцирке. Здесь скандальное видео называют провокацией. Ну а артисты Мотя, Кнопа, Дора и Умка продолжают свои гастроли. Отдай, отдай Мотя. Владимир Попов, Александр Поляков. Вести Оренбуржья.